На сервисе она зафиксирована то ли стоп 15 тысяч последних. Вот оно, блин, я знал, что мы будем торговаться на ней. По корвертикам надо ее посмотреть, вот прям сейчас. По книжке, я думаю, что она нарисована. Я просто что-то сказал, а он засмеялся. Я просто хотел уточнить, что я не так сказала. Ну надо оно ему показывать. Пусть узнаешь, что он козел. Ну давай. Друзья, всем привет. Люблю смотреть в глаза перекупов, когда им доказываешь проскученный пробег на автомобиле. Где невозможно этого сделать путем компьютерной диагностики. Ну а все получилось очень банально и очень просто. На медне у нас Сережа перегрелся на солнышке. Я просто поехал его подстраховать. Ford Focus. Последние две попытки. Поехали. Сегодня день Fordов. Давно стоит. В смысле, как во время дождя, как минимум. Крыло чуть неровное в зазоре. С той стороны щасики. Ой-ой-ой. Что-то было. Что-то есть. Подключиться, почитать можно? Читайте. Так, сейчас мы сразу запустим. Пока оно читает. Дизель-автомат 1.5. Вижу, что двери не отнимались. Как минимум. Здесь нормально. Полка крыла ровная. Да, 68, 66. Здесь не крутилось. Здесь все хорошо. Легкая продертость. Вы же быстро справитесь. Мы, да. В две руки. 131. Здесь двери так же не отнимались. С той стороны не посмотрел. Да, там так же не отнимались. Болты вот здесь. Вот не ржавые. Очень часто у Fordов здесь просто сопли. 131, 130. Ну, плюс-минус нормально. Теперь, что мы имеем по... Уже должно было дочитать. Кондиционирование. Что у нас с кондиционером? Муфта-нагрузка пошла, как минимум, слышу. Хочет поменять моторное масло уже. Пора. Сколько у нее пробег? 158. 158. Ну, такое по половым признакам. Сейчас посмотрим. Ну, так колатает, блин. Громковато, блин. Значит, двигатель работает неустойчиво. Могут быть и форсунки, может быть и топливный насос. Проблема. Фары 17-й год. Тоже 17-й год. Фары видно, что крутились. Но я вижу, что они целые. Ухи не паялись. Ухи целые. С одной стороны. И ухи целые. С другой стороны. Крыло не крутилось. Правое. Капот у меня под вопросом. Может, даже такая краска слазит. Левая тоже не крутилась. Немножко не в зазор стоит. Бампер чуть-чуть. Вот, давайте его, может, цепанули снизу. Есть царапина сантиметров 10 на бампере. Также сколы от камней. По левой стороне. Вот один. Вот второй. Вот также есть мяпка. На крыле. По радиаторам. Также сколы есть по бамперу. Многочисленная машина, походу, по трассам ездила. Верхний радиатор. Как бы более-менее. Нижний радиатор. Его бы по-хорошему поменять надо. Руль. Вот такой. Уже подуставший. Есть вот такие вот следы износа. Таня немножко потрескалась. Так, по болтам здесь все хорошо. Сзади по картам. Ну, я не знаю. Тут как будто мыши грызли. Или что-то царапали. То есть она такая вот. Неприятно. Поцарапанная. Работает. Средний. Работает. Диски задние тоже под замену. Здесь вот такая царапка. Она полируется. Грязный потолок. Есть дырочка на потолке. Потолок, как мы видим, грязноватый. По-хорошему, по химчистике. Есть докатка. Здесь под зазору тоже немножко не стоит на месте. Это не критично. Есть царапка бампера. Так, ну если в двух словах, то активных ошибок у этого автомобиля нет. По топливу наливает он нормально, но двигатель работает неустойчиво. Турбина отрабатывает, все нормально. То есть все у нее ошибки, которые есть, они не активны, они в памяти. Поэтому большого срача по ней нет. Пробег во всех блоках, где можно посмотреть. Я его посмотрел, достал. Но опять-таки, здесь он легко корректируется, здесь он легко крутится. Поэтому верить ему слепую нельзя. Ну, сейчас, секунду. А эта машина местная ли она пригнанная? А как давно? А откуда? Италия. Вроде бы, по всем признакам, ну, машина такая, не убитая, не ушатанная. Но двигатель у нее работает не очень устойчиво. Сейчас я выключу и покажу. Стекло точно здесь переклеивалось. Вот здесь порезанная, если обратишь внимание, стойка. Вот я вот так вот зафиксирую. Вот от струны задиры есть. Поэтому стекло, стекло здесь точно переклеенное. Плюс вот эта вот хрень неровно висит. Вот здесь клипса сломанная. Плюс вот этот самый клей повылазил. Ну и красота, да, вот повылазил клей. Какие-то левой ногой ставили. Ну, прогрелся он работает уже ровно. Но сначала его нормально так подпрякивало, подколбашивало. Но наливает он везде ровно. Ну, сказать, что срач, нет. Кондиционер работает, Соня, нормально здесь. Судя по всему, недавно у нее меняли ремень. Запах нормальный, примеси нет, масла нет. По всем признакам вроде нормально. Но что-то, что-то тут не так. Фары крутились. Да тут и фары крутились. И вот эта штука разбиралась и менялась. Вот эта крутилась. А если менялась, то на пробеге 150. Что-то у меня сомнения, что у меня 150. Да, сомнения, да, что здесь 130. Очень большие сомнения. Хотя машина ухоженная. Здесь я, наверное, ну такая. Она больше подготовленная, чем ухоженная. Хотя и замученной машиной назвать я ее не могу. Вон сзади грязь от того, что что-то грузили. Какие-то грузы вроде в виде колес. Вот легкие потеки на двери. Наверное, от химчистки порезанный потолок. Из-за того, что меняли струной, не подставляли лопатку, порезали слегка потолок. Вот здесь я уже показывал, что стойка порезанная. За мной вот здесь тоже потеки. А что потеки у нее жлюка нету? Ну такой. И не убитый, но и не идеальный автомобиль. За 2017 год она, я считаю, что у вас зашатанная. Для 2018 года. Ford Focus относится к тем автомобилям, где не получится физически посмотреть компьютером какие-то следы от того, что пробег скрученный. Их там просто нету. И большинство нехороших людей этим пользуются. Так было и в этот раз. Не получилось у меня доказать. Я понимаю, что пробег скрученный. Я вижу по состоянию автомобиля. И это несмотря на то, что действительно хороший кузов у этого автомобиля. Действительно нормальный салон. Внешне прицепиться не к чему. Работа двигателя слегка выдает на холодный запуск. То, что у нее такой не очень хороший кузов. И в общем-то и все. Но я понимаю, что пробег скрученный. В 2019 году 141, а сейчас 21, у нее 157. За два года 15 тысяч. Ну такое. Значит, по книжке я думаю, что она нарисованная. Потому что чернила, почерк одинаковый. Штампы не отличаются по... Вот они все свеженькие. Вот совсем все свеженькие. 16 на 3, 120. Да. Типа поменяли ГРМ на 156. Сейчас у нее 157. То есть в марте эта машина имела 157 тысяч. 156, судя по записям. И наездила на одну тысячу километров. Ну такое, такое. Не очень. Не верю таким книжкам. Передние и задние диски под замену сразу же. Машина подготовленная. То есть я не верю, что у нее 157 тысяч пробег. У нее вот эта вот цельсная книжка, которая есть. Она такая очень уставшая. Да, итальянские машины, они сухие, они не ржавые. Если она была на севере Италии, ничего с ней не будет. Ну там более-менее нормально ездят. А так ошибки у нее нету ничего. Активных нету в истории посевшему аккумулятору. Ну такое, все ни о чем. Где-то что-то там разбирали, включали блок. Короче, активных ошибок нет. Машина не очень. Поэтому, ну, моя рекомендация ехать смотреть дальше. Потому что она типа, она просто тупо подготовленная. Она не битая, она не крашеная, она целая. Но у нее совсем не 157. У нее больше. Ну, у меня есть понимание. Я не могу доказать. Кстати, по корвертикам надо ее посмотреть. Вот прям сейчас. Так. В, Ф, И, Ц2, 1. У нее было в 20-м году. 197. А у нее заявок? У нее 157 сейчас. Ну, так крученая была. Ну, теперь хоть приблизительно доказать можем. Козин. Я прошу прощения. Мои сомнения подтвердились. Что она кручена. У нее 197 было в 20-м году. Где вы видите? Ну, в Италии при продаже у нее было 197 пробег. Ну, я по-моему, а что это мне должно сказать? Ничего, просто констатация. Нет, просто это цифра к чему она относится. Ни к чему, просто констатация по ВИН-коду этого автомобиля в Италии при продаже он имел 197 тысяч. А сервисная какая-то история есть? Именно конкретно по ВИН-коду этой машины? Потому что я тоже смотрел. Я вот посмотрел сервисную книжку вот этого автомобиля, и она вызвала у меня сомнения. Вот эта сервисная книга. Чем? Она мне не нравится. Не хочу рассказывать еще. Я понял, хорошо. Машина, я не могу сказать, что она убита, она неплохая, но это и слегка не ее пробег. Вот, в принципе, и все. Соответственно, цена на автомобиль тоже должна быть другая. Мы это все озвучим заказчику. И пока, пока спасибо. Посмотрит видео, то есть, как бы скажет, поднимает. Мы сейчас кинем всю информацию, и потом уже... Мне просто интересно, откуда эти цифры берутся. Потому что мы покупаем машину на площадках Германии с этими сервисками. Я тоже пробиваю его по ВИН-коду перед этим. И я нигде такой информации не нашел. На сервисе она зафиксирована то ли 115 тысяч последняя. Что-то такое. На каком? У вас в сервисной книжке совершенно другие цифры. Я не помню даже. Даже РИАЖ пробивает машины. Не, ну то, что РИА пробивает, это все замечательно. РИА пробивает по сколько там базам? По 30. Они видят часто даже то, что дилеры не видят. И вот то, что я пробовал, то, что у них информация у меня сошлась. Что она последний раз на сервисе была на официале. Там я не помню сколько. То ли 125, то ли 115. Смотри. Вот ее приборка 198 тысяч километров. У нее было в 20-м году в продаже в Италии. Вот ее техпаспорт. Вот. Сейчас, где ВИН-код? Вот ее ВИН-код. Надо немножко больше доказательств. Ну, надо оно ему показывать или... Да пусть узнаешь, что он козел. Ну, давай. Вас тоже обманывают. Не знаю. При продаже есть у этих паспорта, есть сфотографированный одометр. Даже если... Если надо, если интересно. Если вы нас не разводите, то послушайте, посмотрите. Вот ВИН-код автомобиля. Ну, по последним цифрам можно смотреть. 32771. Это техпаспорт, да. А вот ее пробег, на котором она продавалась. А это откуда? Корвертик. Это оттуда. Я понял. Это оттуда. Это не приговор. Корр, это просто завышенный ценник. Пока, спасибо. Мы поехали дальше. Если так, да, давайте. Будем торговаться так на пару тысяч. Да? Да, тысяч на пять. Ну, пять это много. Вот все же, которые имеют Альфа Ромео, они же между собой не... Они с собой братья, причем не двоюродные. То есть это люди, которые... Это культ, это Альфа Ромео, это сила. Кстати, надо забабацать ролик про... Самую быстро дешевеющую машину. Это Альфа Ромео. Одна из них это будет Альфа Ромео. Альфа, это Вольво что, нет? Вольво тоже, но не так, как Альфа. Альф меньше. Но красивая. Красивая зараза. Дальше у нас в очереди последний, ну как последний, крайний Ford Focus, которого мы еще не видели в Киеве. И если он будет нехорошим, то дальше у нас уже будет, наверное, западная Украина. Это место, где все люди максимально порядочные. Никто никогда в жизни не крутит пробег. У всех машины из-под бабушек, из-под дедушек. Вот я не знаю, где это святое место, где машины имеют 70 тысяч пробег, 80, 90, 100. И ни один автомобиль не имеет пробег больше 200 тысяч. И это независимо от того, какого года эта машина. Ладно, пока в киевских реалиях едем смотреть по жаре на другой конец Киева. Тот последний Ford, который остался. Чтоб не втрачать марную час. Чего-то легкий оттенок. Подъехав к автомобиле, увидев волынскую регистрацию и универсальную форму перекупа, ну как-то сразу же испортилось настроение. Так, здесь не снимали. Вот крыло, крыло может быть. Как вариант, я думал, я себе искал, если как бы возможно прокомментировать. Как вариант, я думал, может быть бампер подгоняли по всяким креплениям, если его снимали. Ну, я не вижу, чтобы бампер снимали. Ну, крепление у него, хотя... Тогда у меня нет вообще вариантов других. Вот это единственное было, что я мог себе... Нафига, нафига. Ну, как бы причин, но даже под крылом я не вижу ни замятия, ни фига, ни следов от ремонта. Вообще нигде ничего. Это мои круг дела. У меня в аккумулятор, когда оторвал кусок пластика. Зачем? Ну, так не открывалась она как-то хорошо. Или не закрывалась, да, наверное, она не закрывалась. Оставил. Я проверял? Моталось что-то. Нет, ничего не моталось. Честно? Железо. Какого она года? 16-го. А что так реагирует? Полчаса назад, да, вот точно такой же структурой человек, да? Кресло, пузя, буряк, умирал. Что-то ты там зуб не рвал. Не, не, а вы вот почему так, ну, вот мне там, например, не доверили? Потому что я сам себе не доверил. Я объясню ситуацию. Мы занимаемся автоподбором и верить людям с такими номерами, ну... Это номер, потому что автомобиль зарегистрирован был там. Никто не отвечает. Сейчас же по-новому регистрируется. Я в Ковине ставил ее на участок. Поэтому только что, буквально час назад нам человек, я же говорю, чуть ли зуб не давал, что пробег, это самое... По ВИН-коду пробеги. По подкрасам я проверял ее по пробегу. Я железобетон тоже вам гарантирую. Единственное, почему, я не понимаю, почему, не нашел причину, почему откручивали правое, левое, переднее крыло. То есть на болтах видно, что откручивали, но при этом этот... Цело. Да, это все целое. Откуда она приехала? Из Германии. Я уже вижу руки хейтеров, которые занеслись над клавиатурой написать какую-то очередную гадость за то, что мы накинулись на парня, просто так, не выяснив ситуацию. Друзья, я не знаю, что сейчас стало с рынком по продаже автомобилей, но все наши специалисты, как один, говорят одно и то же. Очень много нужно просматривать автомобилей, пока увидишь что-то достойное. Приезжаешь. С первых кадров видно, что автомобиль не достоин внимания, но мы не можем его не снять, потому что нам нужно сделать отчет. Вот вряд ли кто-то захочет увидеть у себя в телефоне. Мы вам заплатили денег, через два часа звонит наш парень, говорит, алло, машина говно, я поехал дальше. Нет, нужны видеодоказательства, поэтому нам приходится ездить, снимать, видеть одно и то же. И когда мы видим та же ситуация, повторяющаяся один в один, и номера, и автомобили, и универсальная форма перекупа. Вот поэтому у нас такая реакция. Но забегая вперед, скажу, что парень, несмотря на то, что он занимается куплей-продажей автомобилей, вот такой парняга. Тут пока не вижу. Здесь тоже ровненько. Так, что у нас по ремням? 26, 11, 16. О, машин был в Германии. О, богатенна бумага. Вот когда богатенна бумага, это хорошо. Это очень хорошо. Понесла, что мы здесь имеем? 2016-го, 29-го, 12-го, она проходила техосмотр, было 138. 19-е начало, 80 с половиной. Что мы тут делали на два листа. 12-е, 16-е, 61-178. Двигатель немытый, потеков визуально, по крайней мере, здесь. Сказать, что разбирался, не вижу. Вылез подкрылок, подкрылок выскочил, если что так. Ну, что страшно. Здесь, как бы, вообще, не знаю, кирпичи что ли грузили. Короче, страшно. Как бы для меня, я купил бы себе новую и поменял бы. Есть царапки. Но это все грязь. Вот эти вот пятнышки, это грязь. Это все вымывается. Эта резина уже порыпанная, потресканная. Я же говорю, уже ее под замену. 30% ей максимум. 160, да, идет ГРМ замена. Потому что на ВАГе 180. 150, по-моему. Может быть, 150, да. На Рено 150, на Фартаке не знаю. Что, что? Не, ничего, я свое. А что? Ну, вы же так реагируете на все. Да нормально, я смешной парень. Он на видео дергает ремни, рассказывает, для чего оно делается. То есть, если, ну, допустим, рассматривать Америка. Не, я просто что-то сказал, а он засмеялся. Я просто хотел уточнить, что я не так сказал. Да не, я вас вообще не слушаю. Я вас с вами. Извините, все хорошо. Ну, и умывается ваша реакция. Мне интересно просто. Знаете, я же, как бы, с помощью вас я тоже что-то сам узнаю. Подогрев. Подогрев работает. Работает? Вот, скольчики есть. Скольчики есть. Ну, как бы, трещи у меня не вижу. Сережа, а запусти. Запусти. Значит, раз продолжает. Работает уже, да, не просто. Ближайшие объекты. Понятно. Понятно. Это все, кто-то, там, салюток уже приходит. У нас, кто-то еще, там, рычаг уже, это все рассказываю. Это все объясняю, да? Ну, когда приходит к моменту разговора по поводу торга и тому подобное, он мне говорит, а оно отпало? Не, ну, секундочку, говорит. Ну, есть, есть моменты, как бы, объективности, есть необъективность. Я с вами согласен, что везде, как бы, люди все разные, и все. Нельзя сказать однозначно. Сверху все относительно. Согласен. Нет, я понимаю, что если здесь надо делать ТО, то его надо делать, здесь никак бы не ответеся. И если я бы покупал себе автомобиль, я бы точно так же бы поменял бы ли мне масла. Так же самое говорили о дырках? Да, ну, по поводу дырки я не согласен. Сотами, ну, процентов на 70, ближе к вашему мнению, но тем не менее, опять же. Показатель какой, что в автомобиле начинает что-то работать не так. Вот если какое-то вот неправильное охлаждение работает, Ну, смотрите, вы, когда машину покупаете, вы понимаете, сколько надо туда вложить для этого? Если не для продажи, а вот для себя, вы понимать, мы должны понимать, сколько вам надо еще сюда в сумму, для того, чтобы... Правильно, но радиатор, например, с такими сотами, я понимаю, что он подходит, но у меня, например, ресурса есть там 20 тысяч, понимаете? Я понимаю, что я 20 тысяч наезжаю за два года. Значит, этот вопрос я откладываю. Адекватные, компетентные. Ну, приезжают совершенно иные ребята. А какие приезжают? Ну, и так. В основном, которые мало в чем понимают, разбираются, но основная задача не найти что-то в автомобиле клиента, а основная задача либо себе заработать денег, либо скинуть клиенту просто. А, в смысле, заткаться работать? Да, либо заткаться работать, либо скинуть что-то клиенту, если они более честные, и если нет в чем-то повыкаться, просто же, ну, это скинуть что-нибудь. Нет, что-нибудь нет. Объективно уже можно показать, за что. Нет, я что-то согласен. Колес здесь нет. Вот уже. Давай скид из разряда. Блин, запускается вообще красота по сравнению с предыдущим. Кстати, за последнюю неделю это первая машина, которая пробилась с честным пробегом. Они либо не пробиваются, либо же пробиваются и... И не с честным пробегом. Справедливости ради, вот, я сейчас только заехал на родную землю в Украину. И хочу сказать, что в Европе тоже есть автомобили со скрученным пробегом. И действительно, очень много продавцов, или покупателей, правильно сказать, даже не подозревают о том, что там скрученный пробег. Но об этом, наверное, будет отдельная история. Ну, так бы я ее загнал на подъем. Да, хорошая. Плюс она пробилась, поэтому. И везде, вот, за что ни возьми, все лейбочки, они соответствуют. Плюс она бьется по... Так, ошибок нету. Если что, по этому, на Долбоковскому, можно будет убить? А можно убить? Первый автомобиль за последние дней 10, который пробился по Харвертикал, и который имеет подтвержденную историю. То есть у нас было либо не было истории вообще, либо пробег скрученный. А это первый, который попался с подтвержденным пробегом, который совпадает даже километр в километр с теми документами, которые есть в бардачке у этого автомобиля. Поэтому этот автомобиль мы едем смотреть к нам на СТУ снизу. Хочу сказать, что по ходовой я уже понимаю, что здесь особо ничего не гремит. В общем, среди того, что можно было поменять, оно уже помененное. Разгоняется нормально, равномерно. Тычков между переключениями скоростей нет. Ну, сейчас еще загоним на подъемник, посмотрим. А так впечатления неплохие. Из плохого это пока только резина. Ну, так, чтобы действительно мрачно. Вот так положительное. Ух ты, даже ровный джип поехал. Обычно они все такие перекошенные. И более того, его же там подчинить какие-то космические деньги стоят. Он стоит сам там до десятки, а потом одна там запчасть может полторушку стоить. Мне вот такие моторы не нравятся тем, что вот там поддон состоит двух звук частей. И он все время сопливит. Вот как бы его там ни делали, хорошо. Там идеально надо плоскостя притирать, и он сопливить не будет. Ну, это только в заводских каких-то условиях. В гаражах это никто нормальный. А в гаражах я не уверен, что сейчас уже в гаражах кто-то такой и есть. Пох аркам. И живо по подкрылку сейчас смотрим. И сейчас сравниваем вот с этим. Ну, все очень похоже. Следов того, что оно разбиралось, конкретно не вижу. Ну, по крайней мере, снизу. Сверху вижу, снизу не вижу. Тут помолкну. А он в забитой грязью тоже не видно. Так, ладно, идем на задние арки смотреть. Сажи практически нету. Фаркоп где-то у него есть. Ржавчину я не вижу. Машина недавно приехала с Германии. Машина, в крайней мере, везде, где можно было ее проверить, проверил. Сервисная книга у нее нету. Но у нее есть хреново тучи всяких документов о том, что чего и когда в ней делалось. И вот этим документам я склонен верить. К тому же, эта штука, она еще пробилась в базе Carvertical. Так, амортизаторы сухие, не текут. Сейчас Юра еще здесь все продергает. Но так визуально соплей никаких. Нету такого, чтобы что-то было не так, как должно быть. Ну, я здесь не вижу. Так, тут нормально, тут хорошо. Тут замечательно. Так, ну это не Америка, туда нефиг заглядывать. Ну, не ржавая, не ржавая, хорошая. Что у нас впереди тоже ржавчины нет. Обычно тут выбивается. Всяким песком, камнями, но тут нормально. Меняемся, да? Есть западевание. Ой, вот оно, блин. Я знал, что мы будем торговаться на ней. Вот. Сопли есть, только откуда они бегут, Николай еще нет. Так, а пусальником они здесь сухо. Тут сухо. По полуосям тут тоже сухо. Пыльники везде целые. Короче, имеем только пока сопли. Катализатор. Где стучит, в рейке или в этом? Да, поднял. Наконечник или рейка? Сейчас, погоди, кто-то подергает, помацаем. Но судя по тому, что вот эта вся конструкция стоит. Наконечник. Ну, рулевой наконечник-то такое дело. А с этой стороны, Сережа, пошатаешь? Или помацаешь? Нет, тут все хорошо. Тут все хорошо. Болты нормальные. Радиаторы смотрел здесь? Радиатор посыпанный. Сот ли есть? Ну да, немножко есть. Сказать посыпанный, не посыпанный. Ну, если вы чуть приподниметесь. Ну, извините, я не настолько хорошо вырос. Я в детстве мало каши и витаминов кушал, поэтому как-то так. И что? Все. Бобик сдох, аккумулятор сел, фонарика не будет. Так, тормозные диски. Процентов 30 износа есть. Справа и слева даже, можно сказать, 40% износа. По колодкам. По колодкам не скажу. Где-то процентов 30 есть колодок. Тормозные диски. Ой, тормозные шланги нормальные. Здесь тормозной шланг. Тоже нормально, не потресканно. Ну, так, в принципе, двигатель сухой. Тут, наверное, прокладка приходит, что-то снизится тут. Сопли есть. Ремонтировать надо, перепаковывать. Вот радиатор, который вот покажу. Что-то немножко посыпанный, но, опять же, по желанию можно не поменять. Но эта машина поинтереснее предыдущей. Странно. Обычно вот здесь вот коррозия немерено. Здесь все хорошо. Этот день можно считать таким классным, хорошим урожайным, потому что в тех реалиях, которые есть сейчас на рынке Украины, из трех автомобилей два достойных внимания, это уже большой успех. Напоследок могу сказать одно. Порядочные продавцы, пожалуйста, возвращайтесь с морей. Жителям Украины очень в крайне необходимы хорошие автомобили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова